Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Андрей, вы находитесь на канале Технотерм. Производители труб, как и производители радиаторов, как и любых других производителей, на рынке с каждым годом становится все больше и больше. И каждый год появляется какой-нибудь продавец, который завозит самые доступные трубы для водяного теплого пола, и он утверждает о том, что эти трубы никоим образом не отличаются от более дорогих аналогов, которые продаются в более именитых магазинах, разница только в наценке и маркетинге. Все остальное одинаково. И если вы визуально взгляните на каждую из этих труб, вы действительно разницы никакой не заметите. Эти трубы будут выглядеть абсолютно одинаково. Вот вам для примера две трубы. Попробуйте вот так вот визуально понять, где перед вами дешевая труба, а где более дорогая. По мне, никаких визуальных отличий у этих труб, как таковых, нет. А вот свойства их разительно отличаются. И вы подумайте, зачем мне переплачивать больше, если можно купить более доступную трубу, и она, в принципе, будет ровно то же самое, просто дешевле. На самом деле, вы будете не совсем правы. Трубы для водяного теплого пола могут значительно отличаться друг от друга. Но есть еще один фактор. Дешевые трубы для водяного теплого пола действительно можно использовать в системах водяного теплого пола, но только при определенных обстоятельствах. И желательно использовать далеко не все самые дешевые трубы. Вот в этом видео поговорим о том, чем дешевая труба теплого пола отличается от более дорогой, и какую дешевую трубу действительно без проблем можно укладывать в систему водяного теплого пола, и при каких обстоятельствах эта труба действительно прослужит вам долго. Итак, поехали! Если вы находитесь в поисках трубы для водяного теплого пола, то вот эти вот маркировки PECS-A, PECS-B, PECS-C, PECS-ALPEX-PERT и PERT-ALPERT наверняка где-нибудь до вам уже попадались. Все это разновидности труб как раз-таки для систем холодного, горячего водоснабжения, отопления и как раз-таки для систем водяного теплого пола. Что из себя вообще представляют эти трубы? По сути, эти трубы это тот же самый пакет из ближайшего вашего супермаркета, только в более адекватном своем исполнении. Ключевой элемент всех этих труб это полиэтилен. Но вот обычный полиэтилен имеет существенный недостаток. При своем привычном состоянии, в более нагретом виде, то есть как в наших как раз-таки системах отопления, молекулы полиэтилена, они достаточно хаотичны и индивидуальны, как мы все с вами, как сейчас нас привыкли воспитывать. При нагреве трубы молекулы полиэтилена начинают хаотично двигаться в различных направлениях, как примерно аборигены при пожаре в торговом центре. Происходит ровно то же самое. От этого полиэтилен становится похожим на какое-то желе, и соответственно срок службы его значительно снижается. Что придумали производители? Они придумали сшивать этот самый полиэтилен. Поэтому маркировки PIX-A, PIX-B и PIX-C это как раз-таки разновидности шивки. В подробности разновидности шивки мы вникать не будем, захотите почитайте об этом в интернете. Но считается, что PIX-A это самый хороший вариант шивки, PIX-C самый такой посредственный. Но на самом деле все эти трубы отлично себя чувствуют в системах водяного теплого пола, а также в системах отопления. Ключевой плюс полиэтилена шитого как раз таки является то, что его можно восстанавливать в случае надлома трубы. Если при укладке водяного теплого пола, допустим, мы каким-то образом при сгибании сломали трубу, заломали именно не сломали, а заломали, вы можете эту трубу восстановить просто-напросто ее нагрев. Вот эти трубы долгое время были самыми популярными в мире трубами по укладке водяного теплого пола. Но вот цена на трубу становится все выше с каждым годом, и эта труба по цене становится менее привлекательной. Поварились такие производители и подумали, если трубы шитого полиэтилена сильно удешевлять не получается, надо перейти к производству труб из термостойкого полиэтилена. Это так называемые трубы ПЕРТ. В чем особенность термостойкого полиэтилена? Термостойкий полиэтилен, он также способен существовать в условиях как раз-таки температур более высоких, но при определенных обстоятельствах. И вот эти трубы в какой-то момент активно стали завозиться на рынке. Труба продавалась по цене от 20-ки до 30-ки, а порой можно было ее найти за 15-ку. И говорили, что это просто отечественная труба для водяного теплого пола. Не надо вам покупать европейские, как видите, вот они как много стоили. А трубы отечественные стоят как раз-таки недорого, потому что не таможат, здесь производят, не наценивают сильно и так далее. И все себя били в грудь, что это труба для водяного теплого пола. Но в какой-то момент некоторые производители все-таки одумались и стали писать, что наши ПЕРТ трубы, то есть они не упоминали, что их ПЕРТ трубы, они писали, что ПЕРТ трубы, они используются в системах холодного, горячего водоснабжения, отопления, водяного теплого пола и так далее. Но не акцентировали внимание на том, что именно их труба. А какие-то производители по сей день пишут, что именно их трубы используются для водяного теплого пола. В чем разница? Разница в том, что все вот эти дешевые трубы, они завозились без так называемого диффузионного барьера. Или простым языком кислородного барьера. Очень много холивара на эту тему, что это все маркетинг и так далее. Своё мнение можете написать в комментариях, мне интересно будет его также послушать. Но мое мнение таково. Если в СНИПах все-таки предлагается использовать трубы с кислородной проницаемостью, низкой, я думаю, все-таки их нужно использовать. Особенно, если вы используете трубы для водяного теплого пола, у вас там порой километрами эти трубы идут в доме, а если у вас еще помимо теплого пола есть какие-либо радиаторы, особенно стальные, или там много металла в системе, если у вас будет большая кислородопроницаемость, все это будет сказываться на эксплуатационных характеристиках. Радиаторы стальные будут изнашиваться быстрее. Да, любые металлические соединения, они по своей природе будут изнашиваться гораздо быстрее. Те же самые котлы, газовые, электрические, угольные. Все это будет влиять на их срок службы. Поэтому, если вы закатываете что-то в пол, а стяжка она тоже пропускает кислород, как бы вы там не думали, что это плоская такая система, в которую кислород никак не попадет. Попадает еще как. Вот если все-таки использовать трубу без диффузионного барьера, экономить на ней, то, скорее всего, все, что оборудование у вас там предусмотрено из металла, оно будет выходить гораздо быстрее. И вот эти вот дешевые трубы, они стали активно завозиться. Со временем ситуация с ПРТ трубами немножко на рынке устаканилась, и постепенно в рынки стали входить европейские производители. Так вот, европейские производители сразу предлагали трубы с кислородным барьером. Потому что в Европе вообще трубы без кислородного барьера никоим образом не рассматриваются в использовании в системах отопления. Все трубы идут с кислородным барьером. Кислородный барьер помещается маркировкой ЭВАХ. Это означает, что, скорее всего, в трубе присутствует кислородный барьер. Если это именно именитые производители, вряд ли они когда-либо будут привирать. Если какие-то левые производители, вполне возможно, они просто нанесли эту маркировку. Достаточно просто проверить это. Нужно посмотреть сертификацию на товаре. Если она присутствует в сертификации, товар завезен легально. Скорее всего, производитель вас не обманывает. Если какой-то левый производитель, вы не можете найти сертификацию, я бы все-таки этого производителя избегал. Вот как раз-таки пример трубы с кислородным барьером. Кислородный барьер здесь вот по ERT трубе располагается посередине. Это труба пятислойная. Камера плохо фокусируется. Показываю крайне близко. Вот здесь посередине как раз-таки видно разделение двух ПЕРТ слоев. Посередине как раз-таки наносится слой антидиффузионного барьера. Вот эта труба как раз-таки PERT-EVAH. Рядом с маркировкой трубы можно заметить ее тип. Тип 1 и тип 2. Вот так мы можем увидеть маркировку трубы теплого пола. ПЕРТ-EVAH. Чуть-чуть подстертый PERT мы видим. Тип 2. Тип 2 16 на 2 миллиметра. Эта труба идет европейского производства с кислородным барьером. Это PERT труба. И вот так вот она маркируется. И точно такую же маркировку вы можете увидеть на своих трубах. И посмотреть из чего как раз-таки у вас состоят ваши трубы. Так вот. Труба PERT. Она получает свое закономерное развитие. Сейчас самый новый. Это тип 2. То есть был когда-то тип 1. И тип 1 и тип 2 можно использовать в системах водяного теплого пола при условии, что температура теплоносителя будет в режимах как раз-таки работы водяного теплого пола. 45-55 градусов обе трубы переносят достаточно хорошо. А вот более высокие температуры, особенно около 70 и выше, тип 1 переносит крайне фигово. Тип 2 более или менее хорошо. Но обоим этим типам трубы не рекомендуется продолжительное использование как раз-таки трубы в высоких температурах. То есть грубо говоря, если вы сделали теплый пол без подмесов, без каких-либо там регуляторов. И вы хотите в какой-то момент подать температуру на теплый пол около 70 градусов. Знайте, труба будет именно из термостойкого полиэтилена износиться быстрее. А вот трубы и шитого полиэтилена к таким высоким температурам относятся вполне себе нормально. На примере бухт с опакованных маркировку тоже можно посмотреть на наклейки. Здесь мы видим производителя. Опять же, 16-я труба, 2 мм стенка, ПРТ, тип 2. Это тоже сертифицированная труба. Это официальный производитель. Сайт, опять же, сделанного в России. Это труба уже итальянского производства. Здесь маркировочка более мелкая. Мы здесь видим, что это бренд Джекамини. Название трубы, да, у них. И вот здесь мы можем увидеть, что это ПРТ, ЭВАХ ПРТ. То есть, пятислойная труба. Как раз таки ЭВАХ слой, он находится посередине. Бухта 240 метров. То есть, на вот таких наклеечках вы тоже можете посмотреть, что за труба и что она из себя представляет. Подойдет она в вашем случае или нет. И если вдруг вам вздумается использовать ПРТ трубу в высокотемпературном режиме, а очень много так делают, они ставят трубы, экономят на подмесах, либо клиентам не понимает, зачем ему подмесы делать, просто подключают ему теплый пол напрямую, клиент даже, не зная, в какой-то момент ему становится холодно, и он начинает кочегарить на котле, выставляя температуру там 65-70 градусов, знает, если вы пользуетесь такой трубой в таких режимах, срок службы у нее будет крайне небольшой. И зависит от того, в каких длительных режимах вы будете как раз таки повышать температуру. Имейте это в виду. Давайте подытожим. Итак, ПРТ трубу как первого типа, так и второго, можно использовать в системах водяного теплого пола. Второй тип предпочтительный, потому что чаще всего второй тип можно встретить как раз таки с кислородным барьером. Проверяйте кислородный барьер как раз таки на трубах. Моя рекомендация, все-таки, если вы стяжку заливаете, трубы теплого водяного пола, если у вас еще комбинированы системы, да неважно, я всегда рекомендую использовать трубы с кислородным барьером. Благо, ПРТ трубы с кислородным барьером стоят не так сильно дорого, как те же самые ПЕКС трубы. Моя рекомендация, все-таки, ПЕРТ ЭВАХ. Следующее. Высокотемпературные режимы как раз таки наносят вред данной трубе. Если использовать ее в теплом поле в нормальных режимах температуры, проблем никаких не будет. Трубу ПЕРТ, если вдруг вы заломали, ее нельзя восстановить. Поэтому будьте аккуратны при укладывании трубы. Плюс ко всему, часто привирают вообще маркировки труб по ЕРТ, потому что часто их везут с Китая, часто подделывают и так далее. Проверяйте сертификацию на товар, который вы берете. На этом, в принципе, все. Надеюсь, данный материал был для вас полезен и вы усвоили все основные моменты касаемо покупки недорогих труб в одинаково теплого пола. Если это так и материал оказался вам чертовски полезен, ставьте большие пальцы вверх. Если вдруг еще не подписались на наш канал, обязательно, пожалуйста, это сделайте. И также нажмите на колокольчик. Колокольчик поможет вам давать оповещения о новых видео. Колокольчик находится рядом с кнопочкой подписаться. Оставляйте обязательно свои комментарии. Чем больше комментариев, тем больше как раз таки ликвидность данного видео, тем больше людей увидят вообще полезный для себя контент. Вы смотрели канал Технотерм. Меня зовут Андрей. Не забудьте проделать все те действия, которые я вам сказал. Подписка, колокольчик и комментарии. И до встречи в новых видео.